Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня среда, 10 февраля. В этот день Святая Церковь за богослужением предлагает нам для нашего назидания и рассуждения отрывок из Евангелия от Марка, глава 11 стихи с 23 по 26. По традиции послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьяка на Святотроицкой Александра Невской лавры Отца Александра. Речи Господь своим учеником, имейте веру Божию. Аминь Бог, глаголю вам, яко иже аще речет горесей, двигнись и верзися в море, и не размыслит в сердце своем. Но веру имет, яко иже глаголю бывает, будет ему еже аще речет. Сего ради глаголю вам, вся иника аще молящися просите, веруйте, яко приемлите, и будет вам. Игда стыте молящися, отпущайте, аще что има те на кого. Да и Отец ваш, иже есть на небесе, отпустит вам согрешение ваше. Аще ли же вы не отпущаете, не Отец ваш, иже есть на небесе, Отпустит вам согрешение ваше. Так, дорогие братья и сестры, этот евангельский отрывок звучит на церковно-славянском языке. Но прежде чем нам приступить к рассуждению, прочитаем вместе это зачало в русском синодальном переводе. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесией, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Сегодняшнее евангельское чтение располагает нас, дорогие братья и сестры, просуждать о молитве. Слова, которые мы слышим при прочтении данного евангельского отрывка, Господь наш Иисус Христос произносит возле сухой смоковницы, которую Он проклял, как не имеющие плода. На другой день, очевидно, когда Господь вновь шел с учениками из Вифании в Иерусалим той же дорогой, что и накануне, ученики обратили внимание на то, что смоковница засохла. В ответ на выраженное учениками по этому поводу удивление, Господь получает их, говоря о силе веры. Спаситель замечает, что если они будут иметь веру, преодолевая все сомнения, то смогут творить еще большие чудеса, вознося свои молитвы Богу. И в своих словах Спаситель дает нам три наставления о молитве. Во-первых, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Молиться надо с верой, как указывает Александр Павлович Лопухин. Ученики при молитве о чем-нибудь должны верить, что они это получат. Можно сказать, что вера ставит молящегося в такое положение, когда он представляет себя уже получившим от Бога все, о чем он молится, чего желает. Фраза о сдвигании гор была в то время типичным оборотом со значением «устранять трудности». В частности, ее употребляли для характеристики мудрых учителей. Хорошего учителя, который мог устранить трудности, возникшие в умах его учеников, называли «сдвигающим горы». Во-вторых, «потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Молиться нужно в надежде и ожидании. Общеизвестно, что все, что делается в твердой надежде на успех, имеет во много раз больше шансов. У больного, который, обращаясь к врачу, не верит в действенность прописанного ему лекарства, меньше шансов на выздоровление, чем у того, кто уверен, что врач может вылечить его. Никогда нельзя молиться лишь формально. Молитва не должна стать бессодержательным ритуалом. В-третьих, еще одно наставление о молитве звучит так. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Речь идет о молитве милосердия, как пишет святитель Феофан Затворник, кто не отпускает грехи другим, праведник или тот, кто хочет казаться праведным. «Последнему ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казнь виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других нет дела. Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божьим». Молитва ожесточенного человека не может проникнуть сквозь стену его вражды. Бог основывает все на любви, потому что он и есть любовь. Если же человек кладет в основание своей жизни горечь и враждебность, то он воздвигает стену между собой и Богом. Чтобы получить ответ на свою молитву, такой человек должен вначале попросить Бога очистить его сердце от духа враждебности и вложить в него дух любви. Лишь после этого он может обращаться к Богу, и Бог может ответить ему. Так, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос раскрывает для нас с вами основные правила молитвы. Это твердость веры, надежда и ожидания просимого, а также чистота сердца, бездоли осуждения и обиды на кого-либо. И только при исполнении этих божественных правил наши слова будут всегда услышаны Богом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи!